Приветствую вас дорогие друзья на канале Михалыч Топи Геймс, мы на аккаунте Михалыча и наверное каждый из вас заметил что появляется сейчас такая жуткая красная надпись и именно она может открыть нам новые тайны Last Day on Survival, но давай-ка мы это все посмотрим и немножечко это все обдумаем. Также не забудьте поставить свой сочный лайкос, написать царский комментарий и обязательно подписаться на канал этой немоверной мотивации вам от души, ребят спасибо. Речь идет сегодня о баре конечной, именно здесь в баре я и думаю что будет что-то меняться, у нас сейчас вы увидите эту надпись, я так понимаю что она появляется ровно всегда когда ты заходишь в любую локацию. И так, ну или каждую минуту, ну мне кажется что каждую минуту, потому что ну сейчас она как минимум не появилась. Итак ребят я почему об этом завел разговор, все знают Красавеллу Брателлу, которая закрыта здесь, ну то есть заперта с другой стороны. И я думаю что как минимум мы должны попасть в эти три двери. Я не знаю почему нельзя заложить заряд Z4 и просто посмотреть от любопытства, но мне сейчас подсказывает сама логика. Потому что нам прямо вчера выложили крутой скинчик, крутую картиночку, на которой написали разработчики вот что. Вот, закрытая дверь, в баре существует выжившая, впустите меня, впустите меня. Именно так это все у нас показывается и выглядит. Я думаю что вы уже все сразу же с любопытством смотрели на эти картинки, с любопытством хотели конечно попасть в эти комнаты. И самое главное насладиться тем, что там есть, что есть внутри этих комнат. Вот, что самое главное, кстати, концерты происходят каждых 15 минут. Если вы не знаете что такое концерты, то вот пацаны, вообще ребята, эту подругу еще до сих пор не отпустила. Но эти просто замерли и ждут. Она просто смотрит на эту подругу, когда же ее отпустят. Ну короче у нас есть много интересных вещей, которые здесь прям везде. Я не знаю чем закончится вот это. Я думал до последнего, что нужно будет угостить пивом вот этого мужика. И все-таки найти какой-то еще. Но пока твой старый счет не закроешь, пиво тебе не дам. То есть можно будет закрыть его счет какими-то крышками. Я думал, что вот оно, внимание, сервер будет перезапущен через 10 минуточек. То есть у нас сейчас есть 10 минут до того, чтобы вот, я так понимаю, насладиться открытием вот этих вот драгоценнейших дверей. И это было бы очень прикольно, как минимум, ребят. Кстати, ребят, хотел я вам сказать очень важную инфу, которую должен знать каждый из вас. Когда вы будете заходить во время периода обслуживания сервера, обязательно не удаляйте ни в коем разе игру. Потому что это может быть чревато, и потом у вас слетит прогресс. Ребят, обязательно за этим следите. Потом пойдут очень долгие моменты восстанавливания вашего аккаунта. А если его и восстановлят, то откатят на очень долгое время назад. И то это еще не вариант. В данный момент на сервере игры проводятся технические работы. Приносим свои извинения за ожидания. Ребят, попробуйте войти в игру позднее. Внимание, ну, короче, вот что я говорил. Во избежание потери прогресса не удаляйте игру. Ни разу не удаляйте игру. Поэтому давайте мы дальше продолжим. Пока там все интересненькое у нас продолжается. Очень хочется, естественно, дождаться, что же они обновят, ребят. Ну, а пока можно, естественно, проверить кучу всего интересного. Вы знаете, что если встать в туалете, вот в этом туалете, в дальнем комнате, скрафтить топорчик, который я уже скрафтил, нажать автоатаку, ваш персонаж побежит ровно туда, куда нельзя попасть самому. Просто он бежит сквозь поезд, сквозь стены и залетает в неизвестность. Но это еще не все. Вы можете нажать авто, и ваш персонаж забежит в поезд. Прямо в поезд. Это круто. Ну, и выйти с него тоже можно. Немножечко поднять себе настроение, побегать в тех текстурах, которые здесь стоят. Вас здесь, конечно, вот эта вот индюшатинка немножечко пробегает насквозь. Ну, а если взять свой Чоппер, то именно Чопперидзе делает ветер. Вы сейчас сами увидите. Вот так вот. И не только индейка такая сверхкрутая и мощная. Потому что у нас Выживший тоже сверхкрутой и мощный. Он тоже. Ему по барабану на ваш мотоцикл. Потому что, Вы знаете, таким людям по колено все, что, Ребят, здесь происходит. Это очень круто. Вы, Ребят, пишите обязательно свои комментарии. Мне очень интересно, Ребят, что Вы по этому поводу думаете. Давайте попробуем вот так вот, чтобы уперся. Ох, ты что, как колбаснула пол Чоппера раскохлевала, Ребят. Это круто. Э-э-э-э. Ну, дайте выехать, товарищ индейка. Опа. Прикольно. А если что? Если убить свой Чоппер полностью об эту курочку. Этому байку нужен ремонт, Ребят. Все, он больше не едет. Мне курица сломала байк. Это просто жесть. Дымит там в салон, дымит. Жесть. Ну, что, Ребят, это прикольно, конечно. Но он ездит, ездит, но очень слабо. Все скрипит, все пердит. Он дымит. Ну, Ребят, вот так вот выглядит любопытство, что будет с байком, когда ты поиграешься с курицей немного. Но это прикольно с одной стороны. С другой стороны, естественно, нам нужно байк сейчас чинить на все четыре стороны. Я думаю, что как минимум у вас сейчас появятся новые вопросики. Новые, конечно, ответики. И обязательно то, что там разработчики написали, нам не могли заметить, что ваше любопытство по поводу того, что находится за закрытыми дверями в баре, мне кажется, что все-таки подталкивает к тому, что нам откроют эти двери. И мы будем наслаждаться этим всем со всей силой. Я думаю, что каждый из вас ждет какие-то новые мега-халявки. Ну, а если честно, то я бы с удовольствием посмотрел на неизведанной локации нашей Last Day of No Survival. Поэтому, ребят, спасибо вам огромное за то, что вы приходите, за то, что вы пишите комментарии, за то, что лайкайте. Это тоже неимоверная поддержка. Давайте попробуем сейчас починить чоппер. Я так понимаю, что обязательно чоппер нужно чинить. Тем, что у меня там в инвентаре, я думаю, можно починить, а только с дискеткой, с координатами. То есть помыть чоппер пока что не удастся. Но я думаю, со временем помоем. Итак, ключик закинем уже 10%. У нас есть, что тут еще с дискеткой у нас падает. Вот так вот красиво. Части двигателя. Прочность набирается. Поэтому я думаю, что уже наш чоппер сможет передвигаться. Практически максимально его подчинил. Ну, стальные пластины, это просто топ. Стальные пластины все остается только помыть. Вы не забывайте, что у нас есть возможность в баре хранить по 300 вот таких вот ячеек. Это очень круто. Я вам скажу, что вот подобные места, где можно немножечко разгрузить свои ящики. Опа, помыл свой чоппер. Теперь он выглядит как новый. Ну, а вам, ребята, огромное спасибо. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. Удачи вам! Мы обязательно увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok